Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «У книжной полки» и я, ее ведущая, Елена Бунакова. Молитва — это жизнь человеческой души, ее воздух и пища. Молитва — это дар Божий человеку, возможность, данная нам нашим Творцом, в любое время и во всякой нужде обращаться к Нему, зная, несомненно, что будем Ему слышны. Необходимые предпосылки для чистой молитвы — это любовь, незлобливое сердце, собранный ум, искренность и последовательность. Через молитву человек приобщается к божественной благодати, просвещается светом. Молитва является искусством, которое требует труда, понуждения себя, терпения, настойчивости. Искусством этим в совершенстве владел старец Паисий Святогорец и немало беседовал о молитвенном делании со своими духовными чадами. Эти беседы составили книгу, которую сегодня мы предлагаем вашему вниманию. Книги о нашем современнике, удивительном афонском подвижнике Паисия Святогорце, пользуются особой любовью у читателей. В России старцы узнали благодаря пятитомнику слова, выпущенному издательским домом «Святая гора». И настоящий шестой том продолжает ранее начатую серию. В нем собраны сохранившиеся выдержки из бесед старца с монахами и мирянами, крупицы его бесценного духовного опыта. Как отмечают издатели, и в предыдущих пяти томах много говорится о молитве, так как старец, будущий монахом, по всему совершенным, главным своим деланием имел молитву. Но и в общении с людьми, монахами и мирянами, он всегда указывал на то, что необходимо вверять жизнь свою Богу посредством молитвы. Поэтому шестой том, издаваемый по благословению преосвященного митрополита Кассандрийского Никодима, посвящен этому духовному деланию. Книга состоит из семи частей, а в предисловии издатели вкратце знакомят читателей с ее содержанием. И в частности пишут следующее. Первая часть посвящена молитве вообще, которая была для старца потребностью души в ее стремлении к постоянному и непрестанному общению с Богом. «Мы должны, — говорил он, — быть с Богом в постоянном контакте, чтобы чувствовать безопасность. Молитва — это надежность и безопасность. Если мы осознаем это, то будем ощущать потребность в постоянном общении с Богом и достигнем состояния непрестанной молитвы». По словам издателей, старец Паисий руководит нас к подлинной и чистой молитве, представляя необходимые для нее предпосылки и отмечая, что упражнению в молитве должен сопутствовать соответствующий духовный подвиг. То есть, чтобы общаться с Богом, нужно работать на чистоте, на которой работает Бог. А чистота — это смирение и любовь, страсти и, главным образом, гордость и недостаток духовного благородства, то есть отсутствие жертвенности, есть помехи в общении с Богом. Поэтому, отмечают издатели, прежде чем приступить к молитве, которая есть общение с Богом, необходимо приготовиться так же, как мы готовимся, приступая к божественному причащению. Покаянием и смирением, исповеданием Богу, по словам отца Паисия, сокрушается преграда, или, лучше сказать, Бог открывает дверь. И мы принимаем благодать божественного общения. Во второй части книги речь идет о препятствиях, которые мы встречаем в молитве — нерадении и развлечении. Дьявол старается отвлечь нас от общения с Богом, заводя с нами беседу. Старец дает практические советы, что нужно сделать для того, чтобы согрелось сердце и заработало в молитве. Недолгое, но внимательное чтение перед молитвой, по мнению старца, согревает сердце. Псалмопение помогает борьбе с нерадениями, создает для молитвы наилучшие предпосылки, дабы творить ее с желанием. Четки — оружие против дьявола. Поклоны помогают запустить наш духовный мотор. Третья часть книги посвящена нашей нежной матери, Пресвятой Богородице, ангелу-хранителю, а также святым, нашим предстателем перед Богом и защитником. Божья Матерь своим совершенным послушанием Богу и своим смирением способствовала исполнению предвечной воли Божьей о спасении человека. Потому она и слышит нашу молитву и приносит наши прошения своему Сыну и Богу. Также и наш ангел-хранитель, если мы живем по Богу, не отходит от нас, нас защищает и спасает от опасностей. Но и все святые, когда мы их призываем с верой и благоговением, спешат нам на помощь. Четвертая часть книги обращает наше внимание на то, что мы просим у Бога. Прошения на молитве старец учил разделять на три части. Молитва о себе, о мире и об усопших. Здесь же говорится о молитве по псалтире, которую старец называет грозой дьявола. В различных нуждах он читал определенный псалон, следуя в этом указаниям святого Арсения Каппадокийского. Псалтирь святого Арсения и порядок ее чтения, которого придерживался старец Паисий, приводится в приложении в конце книги. В пятой части содержится наставление относительно молитвы и трезвения, то есть духовного бодрствования, которое необходимо для собрания ума. Ум похож на непослушного ребенка, который хочет постоянно шататься тут и там. Старец говорит, что нужно его духовно обучить, приучить находиться дома, в раю, рядом с его отцом, Богом. Относительно сосредоточения ума в молитве старец не отвергает различные практические приемы, отмечая, что все они носят вспомогательный характер. Необходимыми условиями он считает покаяние и болезнование сердца, которое проходит само, когда человек начинает осознавать свою греховность и неблагодарность Богу за его великие благодеяния, перестает думать только о себе и ставит себя на место страждущих. В шестой части книги речь идет о богослужебной жизни церкви. Здесь собраны наставления касательно участия в церковных богослужениях и правильного приготовления к участию в Таинстве Божественной Евхаристии. Последняя глава этой части посвящена псалмопению, которая есть не только молитва, но и взыграние сердца, излияние внутреннего духовного состояния. Седьмая и последняя часть книги посвящена словословию Бога. Старец советовал совершать сердечное словословие с радостью и благодарением после исполнения каждого нашего прошения. Он отмечал также, что каждый человек, если представит себе все множество Божьих благодеяний, то будет день и ночь славить Бога. Но, как отмечают издатели, любочестивые дети Божьи словословят его даже в скорбях и испытаниях. В словословии и благодарении Бога человек ощущает все богатство Божие. И чем больше он словословит и благодарит Бога, тем больше от него получает благословений. Последняя глава посвящена божественным дарованиям, которые подаются смиренным и любочестным людям, трудящимся в покаянии, приносящим в жертву все ради любви к Богу. Старец, сам познавший на опыте великую сладость и неизреченную радость, какими божественная благодать, посещая, наполняя душу, говорил, что тогда замирают ум от присутствия Божия, перестает работать рассудок, и душа ощущает только сладость божественной любви, заботы и безопасности. Тогда молитва уже прекращается, потому что ум соединился с Богом и никоим образом не хочет от него удаляться. Как отмечают издатели, во всех частях данной книги неоднократно говорится о смирении и чувстве осознания собственной греховности, а также о внутреннем благородстве и соучастии в страдании другого человека. Все это составляло для старца Паисия, святогорца, главные принципы духовной жизни и необходимые предпосылки для сердечной молитвы. «Возделывайте сердечную молитву, насколько можете, с любовью и смирением», пишет он в одном своем письме. Также старец часто приводит примеры из собственной подвижнической жизни и рассказывает о божественных состояниях, которые сам переживал. Это является своеобразной духовной милостыней, которую он нам подает по своей великой любви ради нашей пользы. Дорогие друзья, на этом наша программа подошла к концу. Новинки православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Ну а я с вами прощаюсь и желаю вам всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok